На сегодняшний день используют электронные сигареты. Доказано уже во многих странах, допустим, запрещены они. Это вот Китай. Вставал вопрос в России, но почему-то не решен. И если бы был вопрос решен, то мы были бы шестая страна в мире, которая запрещает всякие электронные устройства для употребления табака. В основном это жидкая составляющая. Это продаются в специальных табачных киосках вещества. Всякие их управляют в это электронное устройство и курят. И на втором плане это табак. Ну табак, естественно, зависит от сигарет, с ароматизатором, со всякими вкусами и так далее и тому подобное. Но это уже уходит на второй план. К сожалению, у нас подростки считают, что употребление электронных сигарет, вейпов, это безболезненно, это невредно и так далее и тому подобное. Но они глубоко ошибаются. Это очень вредно, поэтому многие передовые страны запрещают эти устройства в оборотах. В первую очередь страдает гортань, горло, легкие бронхи. А затем уже начинает включаться головной мозг, это сердечно-сосудистая система и пошло поэтапно. То есть как попадает никотин в организм. Он попадает, естественно, путем через дыхание. Значит, в первую очередь страдает дыхательная система. Затем он попадает в головной мозг, страдает головной мозг. И отсюда действие никотина начинает, среди сосудистой системы страдать. То есть сначала проходит мощная стимуляция, а затем происходит угнетение всех этих систем. Электронные сигареты, как появились, многие у меня пациенты пытались бросить с ними курить. Никто не бросил, а только ухудшил свое состояние. То есть когда он отказывается от вейпов, от электронных сигарет, как только отказался от них, если раньше у него уходило в сутки 8-10 сигарет, то здесь пачка уже и входит. В зависимости от воли характера и индивидуума человека он может самостоятельно бросить. Но это очень-очень сложно. Вообще нужно понимать, что табакокурение – это заболевание. Такое заболевание, как хронический алкоголизм, как и наркомания. Но у нас в стране, в России, она пока не отнесена в определенную, так сказать, подразделение. То есть за это не идет ни профессиональные ограничения, ни других ограничений. Она идет у нас отдельно. Табакокурение. И самостоятельно, и каждый может бросить. Нужно, естественно, обратиться к врачу. Или к психотерапевту, или к психологу. Где будет порекомендовано. Мы, вот сами, кто работает у нас, мы рекомендуем, у нас отработана схема, мы рекомендуем определенные таблетки. Но, опять же, кому-то они идут, кому-то не идут. Курс длительный от 3 до 6 месяцев. Принимаем с 8 утра до 7 вечера. Записываться в этих случаях в регистратуру не надо. То есть вы идете на консультацию по заболеванию, они у нас идут без записи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...